В эфире православного телеканала «Союз» беседа с батюшкой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами в гостях клирик Храма Святых Бессеребренников Космы и Демьянов в Космодемьянском Иерей Владимир Новицкий. Здравствуйте, Отец Владимир. Добрый вечер. Благословите наших телезрителей. Господь да благословит рабов своих. Дорогие друзья, мы снова вступили в благодатное и радостное время. Время духовного напряжения и усилий. Время рождественского поста. И, собственно говоря, эта тема и станет основной в беседе с нашим гостем. Отец Владимир, расскажите, зачем установлен рождественский пост? Откуда такая традиция? Ну, хочется сказать, что рождественский пост, как и все посты православной церкви, это установление Божие. Церковь ведется Духом Святым. И именно Дух Святой, Благодать Божия, направляет жизнь христианам. Вот мы знаем из истории церкви, что напоминание о рождественском посте известно еще с IV века. На соборе в Древней Церкви, это в 1166 году, было принято поститься именно 40 дней рождественским постом. Вообще пост — время радости, время благодати Божией. Потому что, если мы с вами идем по пути духовной жизни, если мы сдерживаем свою плоть, если мы ближе к Богу становимся, то мы не можем не радоваться, потому что наш Господь — Господь радости, наш Господь — Господь любви, наш Господь — Господь мира. И вот как раз пост — это время радости, мира и любви. Ну, хочется сказать, что пост имеет как бы два аспекта. Можно говорить о таком узком аспекте конкретном. Это воздержание от количества или того или иного качества явств, которые мы принимаем. Но лучше сказать о широком аспекте. В широком смысле этого слова пост — это постушение Богу. Пост — это праведная жизнь, перестремление к праведной жизни. Пост — это примирение с своей совестью, примирение с Богом. Пост — это вообще особое время, которое нам дается. Наверное, надо воспринимать пост как некий дар Божий. Вот кто искренне и по-настоящему постился, наверное, каждый скажет, что в конце поста становится жалко, что это благодатное время заканчивается. Как будто мы чего-то теряем, как будто чего-то нам не хватает. Почему? Потому что весь пост мы, выполняя даже хоть в какой-то степени послушание Богу, постясь, больше молясь, трудесниваясь своей душой, мы, безусловно, стали ближе ко Христу. И когда мы прекращаем поститься, вот эта близость немножечко так не ощущается. И душа тоскует по этой близости. Душа переживает и снова хочет насыться благодатью, снова хочет в этот период мира, радости, любви. Ну и, собственно говоря, конечно, мы должны к этому стремиться. Мы должны стремиться к благочестивой жизни всегда, а не только время поста. Но все-таки пост, я повторяю, это так дар Божий нам с вами. Поэтому надо этот дар употребить правильно. Надо воспринять его с благодарностью и поститься радостно, поститься духовно. Отец Владимир, а нужно ли брать благословение на пост? Ну, есть традиция брать благословение на пост, и все-таки многие подходят и берут таковое. Но в целом сказать можно так, что пост уже благословлен Богом. Уже есть благословение на пост, чтобы мы все постились. Как сказано в услужебных книгах. Это, правда, сказано о Великом посте, но можно распространить на все посты. Постимся постом приятным. Батюшка, как питаться в рождественский пост? Что запрещено? Что можно? Или этот вопрос решается индивидуально каждым со своим духовником? Или все миряне должны подчиниться монастырскому уставу, что называется? Ну, конечно, этот вопрос такой неоднозначный, потому что можно сказать о канонах поста, о уставе поста. Он есть, и можно прочитать, он есть в православных календарях, есть, безусловно, в типиконе, он строго прописан. Но типикон, устав — это всегда некий камертон, который настраивает нашу духовную жизнь. Мы по нему должны настраиваться. То есть мы должны стремиться к идеалу. Но все мы имеем разную силу. И каждый человек в той или иной мере близок к идеалу. Мы должны прислушиваться к этому, вчитываться в то, что благословляет Церковь. И стараться. Но тем не менее нужно понимать, что не каждый может по стране здоровья поститься во всей полноте. Не каждый может так напряженно жить духовной жизнью, как бы хотелось. Не каждый может иметь сокрушение сердца и духовную радость одновременно. Мы к этому будем стремиться. Безусловно, есть духовник, есть священники, которые должны подсказывать, как поститься в тех или иных случаях. Бывают исключения, когда человек находится в больнице или в местах заключения, где у него нет выбора, и он будет кушать все, что ему дает. Но тем не менее будем стараться кушать то, что благословляет Господь. И принцип такой. Кушаем, что Господь благословил, значит, слушаемся Бога. Значит, соответственно, мы укрепляем себя. Укрепляем себя духовно. Укрепляем себя в благодати Божией, которая дается за прослушание. Если мы, конечно, нарушаем пост, на что-то надеясь, то мы себя обкрадываем. Мы лишаемся вот этой духовной силы, которая дает прослушание Богу. Вот надо помнить об этих принципах при пощении. Спасибо. Отец Владимир, поясните, пожалуйста, духовную суть слов из 50-го покаянного псалма. Жертва Богу, Дух сокрушен. Сердва сокрушена и смирена, Бог не нынче жит. Ну, я думаю, что мы можем отдать Богу, что для Бога важно. Ведь Бог, Он ни в чем не нуждается. У Него все есть. Мы только нуждаемся во всем. И Бог нам все дает по великой своей любви. Он прежде всего дал нам самого себя. Дал нам Сына Своего Единородного. Он пожертвовал за каждого из нас Собою на кресте. Мы все искуплены дорогой ценой. Что можем Богу отдать? Как можно расплатиться с таким долгом, который мы имеем? Господь хочет, чтобы мы сокрушали Свой Дух. Чтобы мы сокрушали Свою гордыню. Чтобы мы имели сокрушенное сердце, понимая, что ничего мы в эту жизнь сами не приносим. Эта жизнь не наша, это жизнь Божия. Нельзя ее присваивать себе. В этом сокрушение сердца. Сокрушение сердца – это когда мы переживаем за свою немощь, греховную прежде всего немощь, за нашу дистанцию, которая отделяет нас от Бога. Но мы переживаем и оплакиваем это. И зачастую бывают очень горькие слезы, потому что понимая, что если мы останемся в таком состоянии, если мы не справимся, не переродимся духовно, то мы не сможем войти в Царство Небесное, где есть одни только люди, праведные и святые. Поэтому как там не сокрушаться, не переживать за это, и не пытаться расти, не пытаться приобщаться к Божьей благодати, не пытаться к Богу приблизиться. Сокрушение сердца – это еще и благодарность Богу за все. Нельзя благодарить Бога, не сокрушая сердце. Без смирения нет благодарности. Если мы, смиряясь, понимаем, что мы получили и какой ценой нам это досталось, то, конечно, у нас рождается в душе горячее, ответное чувство любви и благодарности. И, конечно, без сокрушения сердца невозможно любить. Когда человек имеет гордое сердце, превозносящееся на кем-либо, осуждающее, то любовь бывает такая односторонняя. Хочется, чтобы нас только любили, чтобы нас уважали, чтобы нас как-то замечали, ублажали всячески, служили нам. Но это не из христианской любовь. Христианская любовь, она служит, она отдает. Вот когда сердце сокрушается наше, когда мы его сокрушаем, в таком случае и зарождается эта любовь, жертвующая. Мы хотим, как Христос, служить другим людям. Мы хотим по образу Христа отдавать, помогать, сострадать, сослужить другому человеку. И можно сказать так, что настоящая любовь — это тогда, когда между людьми есть Христос. Если есть Христос между нами, то это любовь настоящая. Если мы любим друг друга, но нет Христа между нами, то это любовь эгоистичная, пристрастная, далекое совершенство, условно. Вот как важно сокрушать свой дух. Сокрушается дух покаянными чувствами и слезами покаяния. Сокрушается дух, когда мы молимся Богу и пытаемся с Ним разговаривать. А если мы сокрушимся, мы не сможем с Ним говорить. Мы не можем к Ним обратиться. И сокрушается дух, когда мы с вами терпим безропота наши болезни, наши немощи, зачастую телесные немощи. Если мы терпим, сокрушаясь, терпим, смиряясь, то происходит удивительная вещь. Сокрушаются наши страсти. Смиряются наши страсти, смиряется наша греховность. И душа становится чище, сердце становится более открытым, дух становится бодрым, веселым, радостным, несмотря на сокрушение. Отец Владимир, известно, что пост — это время сугубого покаяния. А в чем отличие покаяния в период поста от покаяния вне поста? В чем сугубость это выражается? Ну, говоря о посте, я думаю, что можно сказать, что покаяние в время поста сопровождается еще и возряжанием телесным, возряжанием в пище, возряжанием всяких увеселений. И поскольку мы с вами имеем делелую плоть, если нам ее кормить, если нам ее питать излишне, если нам ее веселить, то она будет перекрывать дух. Дух станет иным, плотским, материальным. И мы не сможем приобщиться Божьей благодати. Но как только мы начнем себя в чем-то ущемлять, то мы, несмотря на скорбь, который мы испытываем, никому не хочется ущемляться. Всем хочется такой легкой, свободной, сытой жизни. Но, тем не менее, тело не так будет давить на наш дух. Мы не так будем зависимы от наших плоских всяких всевозможных перипетий. Дух освободится, станет легким, станет светлым. И вот, кажется, как это все может быть? Как можно перенести тяготы, поставить? Чем тогда жить? Не подорвется ли наше здоровье? Чем же мы будем питаться тогда? Люди неверующие говорят, что... Ну как же, вы же не потребите необходимое количество белков, вам не хватит углеводов, или наоборот, будет перезбыток углеводов, или у вас будут проблемы с жирами, или еще. Но вспомните слова Евангелия, что не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот питание Словом Божиим бывает тогда, когда мы слушаем Слово Божие, не просто слушаем, а еще и исполняем его, стараемся исполнять его. Тогда наша душа, дух питается. А если душа питается, то мы знаем, что дух бодр, а плот не мощна. Значит, и плоть подкрепляется от воздействия духа. Значит, у нас уже нет такой потребности в наших животных, белках, жирах, углеводах, потому что мы становимся духовнее, и плоть становится крепче, сильнее от этого, наоборот. Спасибо за ответ, батюшка. И к вам вопрос, звонок из Московской области. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Богословите Робу Божию Ирину. Богословит Ирину. Скажите, пожалуйста, а вот земные поклоны когда делать? Во время поста или после? Вот мы делаем. Ну, хорошо, отвечу на этот вопрос. Я думаю, что земные поклоны не всегда хороши, полезны. Потому что хорошо, когда молится не только наша душа, но молится еще и тело участвовать в молитве. И кто-то из святых сказал, что если ты помолился и не спотел на молитве, ты в свой помолился. Ну, это так, гипербола, но тем не менее. Когда участвует в молитве наша плоть, то бывает так, что мы делаем поклоны и, может быть, на каких-нибудь там 10-20 поклонов или 30 поклонов, то сколько может, будет один поклон духовный, с поклонницей Богу Духом. Это будет великая радость и великая драгоценность перед Богом. Ну, что касается количества поклонов, конечно, тут уже надо по силам, по здоровью, по благословению духовника, но постом, конечно, я думаю, полезно совершать большее количество поклонов, потому что мы с вами говорили, что пост это особое время, это особый дар Божий, когда мы должны использовать дар максимально и жить в это время духовнее, смиряясь в свою плоть, а поклоны смиряя плоти. Батюшка, скажите, пожалуйста, а какое настроение должно быть у постящегося в период поста? радостное или печалиться о грехах нужно? Вот хороший вопрос, потому что вспомним Евангелие, как Господь говорил о посте, а ты, когда постишься, говорит Господь, обращаясь каждому из нас, помажь голову свою и мое лицо свое, чтобы явиться перед людьми радостным, на самом деле, чтобы мы не имели вид постящихся внешне, чтобы мы имели радостное светлое лицо. И действительно так, как это сочетается? Действительно, покаяние, сокрушение, слезы покаяния и радость. Возможно ли это? Ну, в человеке это возможно, потому что когда мы сокрушаемся, когда мы смиряемся, Господь дает нам благодать. Эта благодать не может не радовать. Мы чувствуем прилив сил, бодрость, мы чувствуем, что мы делаем то, что мы должны делать. Мы чувствуем присутствие Божие рядом с нами, естественно, любовь к Богу и к людям. Это вызывает радость. И людей постячекся наверное можно увидеть по-настоящему постячекся по светлым радостным лицам. Если мы христиане имеем мрачные лица, если мы грюмы, раздражительны, не умеем радоваться, то мы, конечно, далеки от совершенства. Мы ищем настоящие христиане. Поэтому здесь все сочетается. И скорбь переходит в радость, и радость переходит в скорбь, потому что получая благодать, мы сокрушаемся вновь, видя, что ну как же так, мы столько нагрешили, пригрешили, мы такие немощные, а Господь дает нам благодать. Ну за что Он нам дает? И начинаем сокрушаться. А Господь, видя нас сокрушаем, дает нам еще благодать. И мы опять сокрушаемся. И так все чередуется. Это тайно, конечно, нельзя это все по полочкам разложить, рассказать. У каждого человека бывает индивидуально, но тем не менее, человеки присутствуют одновременно, и радость, и скорбь. Наверное, так и должно быть. Спасибо, отец Владимир. К Вам еще один вопрос из Ростова-на-Дону на этот раз. Здравствуйте, слушаем Вас. Задавайте, пожалуйста, наш вопрос. Добрый вечер, батюш. Добрый вечер. Добрый вечер, батюш. Благословите, пожалуйста. Богу славит рабов своих. Пожалуйста, скажите, мы хотим обвенчаться во время поста, насколько я знаю, нельзя. Когда теперь можно обвенчаться? Спасибо за Ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Но венчание – это время радости и радости не только духовной, и плотской, и всякой, а человек – это душа и тело. и радость такого плана торжества обычно переносится на время до поста или после поста. Венчание будет возможно только после святок, то есть после праздника крещения Господня, Богоявления. Святки – тоже время радости, казалось бы. Но почему же и не венчаться, и почему бы не порадоваться нам плотски в этот период? Но святки – это святые дни, когда мы исключаем всякое плотское чувство, а стараемся духом пребывать с родившимся Христом. Поэтому удобно венчаться, сочетаться браком после святок, соответственно, после праздника святого Богоявления. Спасибо за ответ. Пост – время и духовной брани, в том числе, со своими страстями, со своими грехами начинается активная борьба. Вот борясь со своими страстями, объявлять ли войну сразу всем или одной самой сильной страсти, как Вы считаете? Ну, здесь мужская двояка. С одной стороны, конечно, у человека есть какая-то самая главная страсть, как в растении. Есть корень, есть стебель, есть ветки, листья, цветы и так далее, так и в человеке. Есть какая-то главная страсть, из которой зачастую предрастают все остальные. И я думаю, что нужно знать за собой эту немощь и все силы борьбы духовной направить именно на это. Но одновременно надо понимать, что невозможно лечить одно и оставлять без внимания другое. Потому что страсти обладают способностями цеплять друг друга и связываться друг с другом. Поэтому если заняться только одним, а другое, скажем, оставить без внимания, то плодов нет. Например, человек стреляет алкоголизмом. Вот он начинает лечиться от алкоголизма. А одновременно у него, скажем, стащит чревоугодие или блудная страсть. И он оставляет это без внимания. Понятно, что если мы нарушаем в чем-то закон Божий, если мы в чем-то переступаем главные заповеди Божии, то мы повинны против всех заповедей. Хотя бы даже где-то мы преуспели. Поэтому с одной стороны надо понимать, что главное и отнестись к этому более внимательно, а с другой стороны вести борьбу на всех фронтах. Потому что душа, дух, все едино. Мы не можем разделиться. Мы должны душу всю лечить. Все ее болезни, все аспекты нашей душевной деятельности, духовной деятельности должны быть задействованы. Спасибо. Еще один вопрос к вам от нашего телезрителя из Московской области. Здравствуйте, слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Отец Владимир благословитель. Отец Владимир, у меня такой вопрос. Вы сказали пост и Христос между нами, как вот плотники поста. Но то, что Христос между нами, как-то надо еще определить. Это же не какие-то честные, психофизические. У меня такой вопрос. У всех народов мира, во всех религиях, в чем особенно христианского поста, даже в отношении к иудейскому посту. и какова цель именно рождественского поста? Хороший вопрос. Спасибо. Действительно нужно определить, что есть поста, что голодовка. Если поститься балерина, я имею ввиду не поститься, а воздерживаться от еды, чтобы сохранить вес. Ну что это, будет ли это пост? Нет. Если поститься или воздерживаться от еды боксер или спортсмен какой-то, будет ли это пост? Конечно, это не пост. Если воздерживаться от еды какой-нибудь иноверец, желая достичь тех или иных качеств своей религии, которые уводят, по сути говоря, от правильного понимания Бога, будет ли это пост в нашем понимании? Конечно, нет. Это будет некая практика религиозная. Поэтому, конечно, надо четко понимать и повторять неоднократно, и обозначать смысл, цель поста. В самом начале мы об этом уже с вами сказали. Цель поста это послушание Богу. Кто он Бог? Господь наш Иисус Христос, истинный Бог. Значит, цель поста послушание Господу Иисусу Христу и праведная благочестивая жизнь во Христе. Можно ли определить Христос между нами или между нами Христа? Конечно, мы не можем это ни померить, ни потрогать, ни как-то физически ощутить, но, тем не менее, во имя чего мы друг другом общаемся, надо понимать. Если мы общаемся во имя Христа и стремимся к этому совершенству, то Господь будет между нами. Господь сказал, где двое, трое, собранное во имя мое, там я среди них. Поэтому, если мы просто будем собираться, чай попить, то неизвестно будет ли Господь. Но, если мы будем ради Христа собираться и говорить о Христе, если мы будем оба иметь один дух, одни чувствования во Христе, одни мысли во Христе, тогда, безусловно, Господь будет между нами. Если мы будем собираться и вместе молиться, безусловно, Господь будет между нами, потому что Господь всегда между молящимися. Господь присутствует там, где Ему посвящают себя люди. Поэтому посвятим этот пост Христу, и Господь будет между нами. Спасибо. Батюшка, поделитесь, как побороть страсть табака к курению? Уж мы начали говорить о страстях. Стоит ли вот бросать курить резко, или нужно это делать постепенно? Да, действительно есть мнение, что все можно делать постепенно, как бы щадяще. Да это касается не только табака к курению, это касается любой страсти. Сами про себя можно сказать, что есть у каждого человека какие-то свои любимые греховные занятия, немощи, с которыми мы пытаемся бороться. И хочется, чтобы все было безболезненно, или как можно менее болезненно. И мы как бы все постепенно, не сразу, потихоньку. Но страсть это как некий идол, который стоит в нашей душе. Как можно скрутить идола постепенно, потихоньку? Это невозможно. Он либо стоит, либо не стоит. Если ты немножко куришь, ты все равно остаешься никотинозависимым. то куришь. Да. Если ты немножко употребляешь наркотики, то ты все равно наркоман. Как ты не говоришь, что ты делаешь это хотя бы раз в неделю, раз в месяц. Потому что ты зависишь от этого. Если ты немножко выпиваешь и понимаешь, что ты не можешь без этого существовать, значит, ты зависишь от этого, значит, страсть остается, идол стоит в тебе. Как сокрушить идола? Разом и решительное. Именно решительность должна быть. Это одно из условий лечения страсти. Решительность. Решительность требует, как известно, мужество. Потому что, ну, что кажется, что... А как я буду без этого? Мне будет больно. Мне будет что-то не хватать. Мне будет как-то не по себе немножечко. У меня будет, ну, если говорить о курении, абстиненция. У меня как-то будет голова болеть или плохо ставки. Но опыт показывает, что если человек действует решительно и опять же посвящая свои действия кресту, то именно Божья благодать начинает способствовать этому деланию. И безусловно приходит и победа. Если мы упали и снова согрешили, если мы снова падали из той или иной страсти, все равно будем вставать и снова действовать решительно и каяться решительно. не оставляя никаких компромиссов. Но если мы оставляем компромиссы, то с кем мы заставляем компромиссы? Ну, с дьяволом, конечно. Разве с дьяволом можно договориться? С ним надо договариваться. Его надо отсекать. Его нужно не принимать. Любая страсть связывает нас с дьяволом. Любая страсть отдаляет нас от Бога. Поэтому страсть надо возненавидеть. Если мы говорим о курении, то курении тоже надо возненавидеть. И разом решительно отказался от него. Ради Христа во имя Божие. И все получится. И не забывать о том, что тело человека это храм Божий. Конечно, тело человека это храм Божий. конечно. Какое мы право имеем из Храма Божий. Спасибо за ваш ответ. К вам еще один вопрос из Воронежской области. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Батюшка, благословите. Благословите. Скажите, пожалуйста, мне вот такой вопрос. На время поста приходится день рождения и Новый год, праздники. И в это время, если праздники все-таки отмечают, а на следующее время, во время поста, усиленным постом и молитвой. Это как-то сглаживается? Спасибо за вопрос. Вопрос по существу и актуально прозвучал в преддверии Нового года. Вспоминает Светский Завет. Господь сказал, праздников ваших ненавидит душа моя. О каких праздниках Господь говорил? О языческих праздниках, о вакханалиях, о греховности, о невоздержании, праздниках плоти без присутствия духа. И вот если мы точно так же справляем дни рождения, Новый год, а стоит включить телевизор, и праздник, вакханалия начинается на экранах телевизора, какое-то безудержное веселье, как первое время чумы, страсти кипят, то безусловно такие праздники Господь ненавидит, без сомнения. Но праздновать можно духовно те же дни рождения, ведь можно собраться, опять же, ради чего? Да, ради дни рождения, безусловно, ведь дни рождения это важное событие жизни каждого человека, но и ради Бога, ради Христа, потому что кто нам дал жизнь, почему мы родились, и Господь дал нам эту жизнь. Значит, будем собираться, не нарушая поста, радоваться, благодарить Бога, что Господь нам дал все, что мы здесь имеем. Если люди соберутся с любовью во Христе ради Христа, близкие по духу, и посидят вместе, попьют чая, покушают постную пищу, порадуются друг другу, то кроме благодать это ничего не принесет. То же самое Новый год. На самом деле хороший праздник, если к ним правильно относиться. Ну, почему нет? Ведь прошел еще один год нашей жизни, и хорошо подвести итоги, что произошло в течение этого года. Стали ли мы ближе к Богу или нет? Стали ли мы хоть на йоту духовнее? Избавились ли мы от каких-то страстей, которые нас беспокоили многие годы? И вот Рождественский пост, он как раз помогает им подвести итоги года, он бывает в конце года и очень кстати, потому что в следующий год надо входить желая новой жизни, что-то изменив себе. Конечно, время это условная единица, в духовной жизни нет времени, но тем менее, Господь нам дает чувство времени, для того, чтобы мы могли подводить итоги и чувствовать себя в динамике, в движении, потому что когда нет времени, нет и движения. Когда мы ощущаем время, значит, мы пытаемся двигаться по этому времени, ну и естественно совершенствуясь. Во Христе, опять же повторяю. Батюшка, к Вам еще один вопрос, спасибо за ответ на этот вопрос. Следующий вопрос из Уренгоя. Здравствуйте, слушаем Вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня вот такой вот вопрос. Вот как быть во время поста с раздражительностью? Допустимо, не все, это даже касается больше к работе, потому что не все люди на работе постятся, а не все стремятся к постению, как нас говорит Господь. А, допустим, вот как я хочу быть нераздражительной, но так не получается, потому что бывает такая работа и получается, что хочется не отвечать злостью. И как бы этот случай тогда быть? Спасибо за вопрос. Вопрос очень важный. Вопрос, как и все предыдущие, очень актуальный, потому что раздражительность это проблема не только поста, это вообще проблема общая и в любое время года. Ну, что такое раздражительность? Раздражение души, это душа немирная, она раздражена. Она, знаете, как, вот если взять по аналогии водную гладь, водная гладь чистая, спокойная, отражается небо, отражается солнце в ней. Попробуйте раздражить эту водную гладь, будет там ветер или какое-то колебание воды, и тут же она становится свинцовой серой и в ней уже ничего не отражается. Вот душа человека тоже, если она спокойная, мирная, она отражает свет Божий, свет благодати Божий. И посмотришь на такого человека, он действительно светлый, у него как будто лицо светится, такое ощущение. Хочется смотреть и не открывать глаз от правильных людей и прямо смотришь уже и надзидаешься, даже без слов порой. А смотришь на человека раздражительного и смотреть не хочется и быть таким человеком не хочется, тяжело, потому что сам начинаешь как-то так вот искушаться от этого. Как лечить раздражительность? Она бывает по многим причинам, бывает усталость ее провоцирует, бывают какие-то телесные немощи вызывают раздражительность и человеку трудно удержать душу в мире. Бывают внешние раздражители, безусловно. Но в любом случае надо сказать, что при раздражительности хорошо не открывать рта. Язык мой, враг мой, сказано. Язык меч, обоеды острый. Вот после помоги, помоги мне преодолеть это состояние души и как-то умиротвориться. Но еще раздражительность лечит неосуждение. Когда бывает раздражительность? Когда мы еще ропщим, осуждаем кого-то, когда мы не терпим что-то, не хотим терпеть что-то. А чтобы не раздражаться, не осуждать, не роптать, надо опять же посвятить все Христу. Вот есть ситуация трудная, которая нас раздражает. Ну, скажем так, ради Христа потерпим. Ну, смотришь, уже успокоимся. Есть какой-то человек, который нас досаждает. Ну, так, скажем себе, ради Христа простим его. Ну, зачем нам терять мир? Зачем нам помытнять свою душу? Ну, смотришь, решился на такое дело и Господь помог и успокоился. Поэтому будем стараться помалкивать, когда мы раздражительны, лишнее не говорить, чтобы побороться внутри, чтобы никаким плохим дурным словом не вызывать раздражение, не смущение другого человека и, конечно, не осуждать, не роптать. Спасибо, отец Владимир. Следующий вопрос к вам из города Омск. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Абачка, благословите. Благословите, у меня два вопроса. У меня по семейной жизни один. Вот как бы мы с мужем венчанно, все, живем как бы недавно, вот два года, и вот у нас, ну, как бы, она такая, знаете, у нас ребенок родился, все, несовместимость, в смысле, что, мол, боже, как бы, ну, взрослые, люди вступили в брак, все, и сейчас вот такая, вот знаете, как раздраженность, то есть, постоянно срываемся, то есть, мы как бы вот, сначала, как мы начали, скажем, не с фундамента, а сразу с крыши, да, вот сейчас это все познаем, и очень сложно, то есть, я вот сейчас вот, как бы, мы предлагаем пока пожить отдельно, чтобы он там с мамой пожил, я там с ребенком дома пожила, потому что, ну, тяжело вот это вот все уже, доходит уже и до каких-то, ну, таких уже, скажем, плохих слов уже, и, ну, и маты, вот, ну, вот, знаете, вот, в общем, когда не хочется это все в эфире обсуждать, и как вот здесь поступить, то есть, тут как бы, и Бог сейчас начал свои искушения все, я все понимаю, но, и не хочется это же все обострять, потому что, ну, очень сильно накалилась обстановка уже дома, вот, и второй вопрос, у меня по, ну, как бы, вот сейчас собираюсь открывать свое предприятие, ну, вот опять же, вот, вот лучше, как дождаться там, что закончится, потом это все начать делать, либо вот, идет уже продолжение, вот, как вот, я начала от еще до поста, и вот, как бы вот, чтобы не было это потом, как-то плохо так. Спасибо за Ваши вопросы. Спасибо за вопросы, за Ваши. Ну, по поводу первого вопроса, скажу, что, все-таки, два года жизни, это не так много, совместно, и не хватает еще опытности, есть такое выражение, притирка. Люди друг друга узнают, познают, немощи, достоинства, недостатки, и учатся жить друг с другом. Такий брак, это школа жизни, школа благочестия, школа смирения, прежде всего. Но в школе бывают разные классы, не сразу 10 класс, не сразу в институт. Иногда нужно пойти в начальную школу, где не все получается, учимся читать и писать. Второе, мы уже тоже говорили сегодня об этом, между нами должен быть Христос, чтобы любовь была совершенной. Это касается не только дружбы, это касается еще и брака. Поэтому надо задать себе вопрос, а что мне мешает быть близкой ко Христу? И что нас отлучает с мужем через это? Попробую просканировать, проанализировать свои отношения. Где я согрешаю против мужа? Где я дослаждаю ему? Конечно, ситуация, она всегда обоюдная, но лучше, когда рассматриваешь себя в том или ином конфликте, искать причину в себе. И через себя все пропускать. И через себя искать выход. То есть, не потому у нас плохие отношения, что муж какой-то не такой, что он что-то меня не понимает, а потому что мне не хватает терпения, мне не хватает любви, чтобы понести его немощи. Мне не хватает терпения, чтобы иногда промолчать, не хватает внимания к нему. И я постараюсь исправить ради Христа, чтобы не лишиться мира, чтобы не лишиться Божьей благодати, опять же, чтобы не помрачить свою душу. И все это легко говорить, конечно, нелегко делать, но делать надо. Набраться терпения, два года это очень мало. Со временем у вас все получится обязательно, потому что вы люди одного духа, брак у вас венчанный, благословленный Богом. Вы знаете, как надо, знаете идеал, но давайте будем к идеалу стремиться. Божьей помощью, и Господь благословит это. Спасибо. А, насчет второй вопрос. Значит, насчет предприятия. Ну, помните, Господь сказал, что давайте Богу Богово, Кесури Кесарева. Конечно, мы живем в жизни, где требуется работать, несмотря на пост, требуется совершать какие-то внешние обязанности. Поэтому делайте все необходимое, что касается вашей внешней деятельности. Но, опять же, пытайтесь одухотворять свою работу. Берите благословение Божие на работу. В трудных ситуациях молитесь, чтобы Господь управил ситуацией. Не пристращайтесь к работе, потому что всякое пристрастие, вот есть такие работы-голики, отдаляет нас от Бога. Делайте все со Христом, с радостью, понимая, что самое главное, это, конечно, не денег заработать, самое главное, душу спасти свою. Поэтому будем и то, и другое совмещать. И делать всякую даже внешнюю работу, казалось бы, она далекая от духовной жизни, по совести. А когда делаешь по совести, то она становится как бы духовным деланием еще и полезной для души. Спасибо. Следующий вопрос к Вам из Челябинской области. Здравствуйте, слушаем Вас. Челябинская область. Батюшка, благословите. Благословить рабов своих. Задавайте Ваш вопрос, пожалуйста. Батюшка, скажите, пожалуйста, я работаю в школе, и мне приходится раздражаться на детей, и даже невозможно, чтобы не раздражаться. Это же грех, особенно сейчас во время поста. Как тут избежать этого? Спасибо за Ваш вопрос. Ну, немножко мы уже проговорили об этом, но добавим, что перед каждым уроком молитесь, чтобы Господь избавил от раздражительности. Берите Божий благослови на каждый урок. Господи, благослови мне начать урок и во славу Божию закончить его. Потом, что еще? Надо потерпеть, потому что дети это особые люди. У них свой менталитет, у них своя двигательная активность, которая иногда не вписывается в наши рамки. Надо понимать, что дети не могут долго сидеть и не отвлекаться. Значит, надо быть терпеливее и постараться понять каждого ребенка. Не всех с разом, это невозможно, а каждый ребенок имеет свою индивидуальность. Постараемся понять каждого. Один такой, другой сякой, третий, третий. Значит, потерпим. Ну и третье, что хочу сказать, все-таки помните, что дети это люди с чистыми душами. Это как святыньки Божии. Отнеситесь к этому как к работе с ангелами, можно сказать так. Условно говоря, действительно как ангелы. Хоть они там и шалят, иногда и могут лукавить, поканчить, но все равно. Душа ребенка чиста. Если мы понимаем это и радуемся этому, мы не можем не не одухотворяться. Потому что все делаемое с любовью, тем более к чистой душе, обязательно приводит к одухотворению. Ну, наверное, так. Спасибо, отец Владимир. И следующий вопрос из Ленинградской области. Здравствуйте, слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, а как мне побороть обиду своим родственникам? Мы как бы с ними не жили, вот. Но сейчас вот я на инвалидности, и у меня много проблем, и вот я чувствую, что как бы, понимаете, разговорадство. Я вот перестала с ними общаться, но через общение с другими людьми, вот, я, конечно, слушаю, ну, все, мой адрес у них вот такой вот нехороший, как бы удовольствие у них, вот, мне вот не побороть и обиду, как-то вот. И вот расстаться вот с ними или нет. Очень сложная ситуация. Спасибо за вопрос. Ну, радостно, что вы осознаете, что это чувство нужно побороть, и что это не есть норма жизни, жить с обедой. Это уже шаг к покаянию. Полезно все-таки пытаться человека оправдать. Всегда каждого человека можно в чем-то оправдать. Всегда есть какие-то зацепки, когда можно найти что-то хорошее, доброе в каждом, или пытаться понять, почему человек так поступает. Может быть, он еще не имеет такого-то духовного опыта. Может быть, он еще несовершенном любви. Может быть, он еще мучается от своего эгоизма и сам запутался. Может быть, он и хотел бы сделать по-другому, а греховные привычки не пускают его, и он опять возвращается и поступает плохо. Потом полезно молиться за обидчиков. Конечно, молиться за обидчиков дело очень трудное, но дело очень благодатное. Если это войдет в привычку, в добрую, хорошую привычку, то постепенно имя обидчика не будет распрониматься как имя досадившего человека, а он станет ближе, роднее. Отчего это бывает? Когда мы молимся, мы ближе ко Христу. И во Христе мы становимся ближе к человеку, который нас обидел, если молимся за него. А если это так, то через Христа и во Христе у нас пропадает это чувство обиды. Нам становится легче, и обычно это чувствуется совестью. Поэтому попытайтесь так настроиться, потрудитесь, и я думаю, что сердце ваше успокоится, Господь поможет в этом. Вадюшка, а с чувством обиды можно приступать к таинству причащения? Знаете, обида рознь. Бывает обида, когда человек пышет злобой на другого, когда не хочется человека простить, и когда ты его просто осуждаешь. И, конечно, к мастерине лучше покаяться, подготовиться к причастию, не приступая к таинству. Но бывает боль от обиды, как рубец, как человеку нанесли рану, да, рана почти тяжела, но остается рубец, остается какой-то больной орган, может быть, больная конечность, которая мешает. Так и здесь тоже самое. Болит душа, болит то, что пострадало, но тем менее, есть желание простить, есть желание залечить эту рану и добра человека, который обидел через Христа. И с таким желанием добра, с таким настроем можно причащаться. я думаю, что это поможет вылечить душу. Спасибо. И к вам еще один вопрос. У нас Екатеринбург на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как во время поста не злорадствовать, не злославить в отношении любовницы, с которой живет мой муж уже 4 года, неразвиденные, решиться на развод никак не могу. Что делать? Как вот простить мужа, как простить любовницу, как вот жить с этим совсем? Ну, конечно, это очень трудно и очень больно, потому что брак – это некий организм, и когда он распадается, то возникают такие многолетние раны, нет полноты, нет того, что было раньше, нет того, что Господь задумал об этой семье. человек решил уйти и предал любовь, живет по-другому. И как все это преодолеть? Ну, во-первых, надо, конечно, понять, что ситуация такая, что изменить ее пока нельзя. Если мы не можем это изменить, значит, это нужно принять. Надо принять, что так случилось, что человек имеет несовершенство в любви, человек не умеет любить. Значит, это нужно понести как крест. Сказано Христом, что кто хочет идти за мной, говорит Господь, отвертся себя, возьмет крест свой и последует за мной. Значит, здесь тоже надо отвертся себя, своего я, обиженного, своего воскабленного самолюбия, взять крест свой и идти за Христом. Конечно, можно не брать креста, то есть остаться обиженной, осуждающей, но крест все равно есть, от него никуда не деться, все равно это придется нести в себе. Поэтому лучше взять его, то есть принять эту ситуацию и пойти за Христом, молясь об обидчиках, безусловно, как мы уже говорили, и стараясь жить благочестиво. Если мы будем жить благочестиво, то благодать Божия, она вылечит все наши раны, она покроет все наши немощи. Господь утешитель, Он даст Духу Святаго, Господь знает, как нас поддержать, как нас укрепить в нужный момент. Господь самый лучший врач, что по-человечески невозможно, а ситуация по-человечески невозрешимая, она возможна с помощью Божьей. Господь разрешит, Господь поможет, Господь утешит, Господь вылечит. Поэтому возьмем крест твой, отвергнемся себя и последним за Христом. Я думаю, такой ответ. Спасибо, отец Владимир. И короткий вопрос от нашей телезрительницы, связанный с причащением. Можно ли после причащения есть пищу с косточками и чистить зубы? Не будет ли это хулой? В тот же день имеется в виду? Ну, я не трудно предполагаю, что христианин, причастившись, побежал чистить зубы. Да, конечно. Вечером того же дня, скажем. Матушка просто боится, что приходится сплевывать, и не будет ли это хулой? Надо смотреть по совести. Конечно, плеваться и может быть как-то неблаговерно относиться к причастию, к тому, чтобы они причастились, наверное, это не очень полезно. И поэтому лучше воздерживаться от этого, чтобы из рода ничего не доставать и в роду ничего лишнего не брать. Но, с другой стороны, надо понимать, что мы причащаемся к телу крови Христовой. И, как говорят некоторые, после причастия лучше не целоваться, потому что, ну, как бы, не нарушить благоговение, тишину. Какой-то батюшка сказал, что после причастия зато мы с вами приходим в трапезную и начинаем целовать ложки, вилки и ничего. от человека почему-то не можем поцеловать во Христе от радости. Я думаю, что все, что связано с любовью после причастия допустимо, все, что связано христианской любовью, с радостью. Но если кого-то смущает, что надо чистить зубы или там какая-то еда с кодочками, то, наверное, лучше, чтобы не смучать свою свою жизнь, лучше этого не делать. Но кого-то, может быть, не смутит, потому что он немножко по-другому воспринимает это и живет какими-то более важными вещами. Но я думаю, что ничего страшного для такового. Спасибо. Отец Владимир, до конца программы буквально несколько минут еще один вопрос из Екатеринбурга. Слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли во время поста читать акафисты? Спасибо. И что вообще читать во время поста? Добавлят себя. Ну, смотрите, в акафистах употребляется слово радостью, радостью, радостью. Посконечное время радости. Но, прежде всего, это время покаяния, поэтому в христианской традиции принято не читать акафисты время поста. Есть время другое для того, чтобы читать эти многослужебные тексты. Но, тем не менее, если человек привык, если это приносит пользу, я думаю, греха в этом не будет никакого. И, наверное, можно и прочитать, была бы молитва. А что читать обязательно? Полезно для спасения? Обязательно и полезно и очень важно. Очень важно. Спасительно важно читать Евангелие, читать Священное Писание, читать Библию. Потому что не всяким словом надо многократно повторять это. Божий человек не хлебом единый Божий человек, но всяким словом, которое исходит из уст Божих. И не всякое слово питает на самом деле, но питает Слово Божие. Человеческое слово утешает, но не даст пище духовной. А Слово Божие и утешит, и напитает. Поэтому будем читать вчитываться в Слово Божие, в Слова Евангелия. Будем прислушиваться, что же говорит нам Господь, к чему нас призывает. Бывают очень такие важные моменты, когда то или иное Слово Божие нас трогает. И встать все говорят, что это как бы Господь обращается непосредственно лично к нам. И вот такие моменты у нас складывают в своем сердце, стараются запоминать. Это Господь нас призывает, это Он к нам обращается, это Он с нами разговаривает, нам говорит. Спасибо, Отец Владимир. Я благодарю Вас за беседу. Благословите наших телезрителей. Господь да благословит рабов своих. До свидания. Спасибо. Дорогие друзья, я поздравляю Вас с началом рождественского поста. До встречи и завтра в то же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова